Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на онлайн-курс по диалогам. Мы сегодня разбираемся с тринадцатым диалогом. Давайте начнем с того, что послушаем его, а потом прочитаем и переведем реплики. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это вопрос к подлежащему. Who переводится кто? It's me, Mary. Это я, Mary. Обратите внимание, в предложении это я мы используем отнюдь не местоимения I. Такие местоимения, как I, we, you, they, he, she, it могут выполнять только роль подлежащего. То есть они могут стоять только на первом месте в предложении в качестве подлежащего. Если местоимение не выполняет роль подлежащего, оно не может иметь вот такой вот исходный вид, как я перечислила. I, we, you, they и так далее. Тогда мы используем объектное местоимение. То есть те местоимения, которые переводятся ко мне, от меня, для меня. И это местоимение me, оно соответствует местоимению I. Если бы мы хотели сказать это она, мы бы сказали it's her. Нельзя говорить she в этом случае, потому что только she можно использовать в начале предложения в качестве подлежащего. Если бы мы захотели сказать это мы, мы бы сказали it's us, потому что us это объектное местоимение от слова we. Итак, it's me, Mary. Это я, Mary. Could you buzz me in? Не мог бы ты меня впустить? Could. Имеет перевод мог или мог бы. Здесь нам подходит мог бы, вежливое обращение. Buzz in подразумевает впустить путем нажатия кнопки на домофоне. Could you buzz me in? Не мог бы ты меня впустить? Sure. Come right in. Конечно, заходи. Come in – это заходи. Слово right имеет значение вот прямо сейчас, сейчас же. Мы можем перефразировать и сказать, конечно, все, заходи. Wow, beautiful home you have here. Ух ты! Красивый дом у тебя здесь. Beautiful home находится в первой половине предложения. Это необычно. Стандартное выражение было бы такое. You have beautiful home here. У тебя красивый дом здесь. Поскольку beautiful home находится впереди, мы и в русском переводе можем сделать перестановку, как вариант. Красивый же дом у тебя здесь. Thank you. Спасибо. How nice of you to come with us. Как мило с твоей стороны, что ты зашла к нам. How nice of you – это устойчивое выражение, разговорная фраза. Она запоминается именно в таком виде. Как мило с твоей стороны. Как здорово с твоей стороны. With us. Мы видим, что в конце мы опять используем объектное местоимение. Потому что местоимение мы здесь не выступает в роли подлежащего. With us. С нами, к нам, для нас. Вот как переводится местоимение us. С любыми разными падежами, только неименительным. Let me have your coat. Позволь мне взять твое пальто. Let me. Позволь мне. Повелительное наклонение. Я хочу напомнить, что если бы мы хотели образовать отрицательное повелительное наклонение, мы бы сказали Don't let me. Не позволяй мне. Ну и дальше то, что нам нужно сказать по контексту. Как вариант с этим предложением. Don't let me have your coat. Не позволяй мне брать твое пальто. Okay. Let me take off my shoes first. Хорошо. Дай-ка я сразу сниму свои туфли. Дословно. Позволь мне снять мои туфли сразу. Take off. Переводится снимать. Используется с предметом одежды. Would you please leave your bag here? Это очень вежливая фраза. Would переводится при помощи частицы бы. Would относится к глаголу leave. Поэтому если мы хотим соединить would вместе с глаголом leave, мы скажем так Оставила бы. Итак, не оставила ли бы ты свою сумку здесь? Но здесь еще есть слово «пожалуйста». Мы можем и его вставить для пущей вежливости. Не оставила ли бы ты, пожалуйста, здесь свою сумку? Можно перефразировать. Мы можем передать другими, конечно, словами, как вариант. Можешь оставить свою сумку здесь. Oh, yeah. А, да. Please have your seat. Пожалуйста, присаживайся. Have your seat – это повелительное наклонение. Глагол на первом месте. Присаживайся. Выражение have a seat переводится присаживаться. Но это стандартное выражение, в котором присутствует неопределенный артикль a. Поскольку мы используем притяжательное местоимение – your, то your вытесняет неопределенный артикль. Нужно запомнить, что когда мы используем притяжательные местоимения, уже артикли не используются перед существительным. Именно поэтому уже в этом предложении отсутствует неопределенный артикль a, потому что присутствует притяжательное местоимение your – have your seat. Присаживайся. Принести тебе что-нибудь выпить. Shall – это обращение к собеседнику, чтобы узнать, следует ли что-то сделать для него. После этого shall можно использовать только местоимение I или we. То есть, если я задаю вопрос Shall I get a drink for you? Это значит Мне принести тебе выпить. И второй возможный вариант использования shall – Shall we get a drink for you? Нам принести тебе выпить. Yes, a cup of tea, please. Да, чашечку чая, пожалуйста. Fine, отлично. Enjoy yourself. Не скучай. У фразы enjoy yourself есть еще другой контекст. Если человек уходит куда-то отдыхать, веселиться, тогда мы скажем Развлекайся, повеселись. В данном случае такой перевод неуместен и нам подходит перевод Не скучай. Друзья, теперь давайте еще раз послушаем этот диалог уже после того, как мы разобрались с переводом. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes, a cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes, a cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Выполняем упражнение. Открываем закрытые слова. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you to come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes, a cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes, a cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes, a cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Открываем закрытые слова. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you to come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes, a cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes. A cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes. A cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Друзья, выполняем упражнение и такое задание. Восстанавливаем правильный порядок слов. Первое предложение. Who is it? Второе предложение. Could you buzz me in? Первое предложение. Sure. Come right in. Второе предложение. Beautiful home you have here. Первое предложение. How nice of you to come with us. Второе предложение. Let me have your coat. Первое предложение. Let me take off my shoes first. Второе предложение. Would you leave your bag here? Первое предложение. Have your seat. Второе предложение. Shall I get a drink for you? Первое предложение. A cup of tea, please. И последнее предложение. Enjoy yourself. Друзья, что касается последней фразы, здесь, конечно, было невероятно легко. Но дело не в том, легко или сложно. Дело все в том, что наше развитие в английском языке проходит за счет повторения. И если вы лишний раз увидите фразу и произнесете ее вслух, это только плюс к нашему развитию. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes. A cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Who is it? It's me, Mary. Could you buzz me in? Sure. Come right in. Wow. Beautiful home you have here. Thank you. How nice of you come with us. Let me have your coat. Okay. Let me take off my shoes first. Would you please leave your bag here? Oh, yeah. Please have your seat. Shall I get a drink for you? Yes. A cup of tea, please. Fine. Enjoy yourself. Друзья, мы подошли к заключительному этапу, к последнему упражнению. Мы будем сейчас переводить на английский язык. Итак, первый вопрос. Кто это? Who is it? Не мог бы ты меня впустить? Could you buzz me in? Конечно. Заходи. Или, конечно, всё, заходи. Sure, come right in. Красивый же дом у тебя здесь. Beautiful home you have here. Как мило с твоей стороны, что ты зашла к нам. How nice of you to come with us. Позволь мне взять твое пальто. Let me have your coat. Дай-ка я сразу сниму свои туфли. Или, позволь мне снять мои туфли сразу. Let me take off my shoes first. Формируем общий вопрос. Не оставишь ли ты здесь свою сумку? Может быть, ты бы оставила здесь свою сумку? Would you leave your bag here? Повелительное наклонение. Присаживайся. Have your seat. Формируем вопрос. Мне принести тебе выпить? Shall I get a drink for you? Чашечку чая, пожалуйста. A cup of tea, please. Не скучай. Enjoy yourself. Друзья, мы с вами завершили совместную работу над тринадцатым диалогом. Сейчас вам предстоит выполнение домашнего задания. Вы будете иметь возможность закрепить свои знания и проверить себя еще раз. Я прощаюсь с вами до следующего видео урока. Желаю вам больших успехов в изучении английского языка. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...